У нас BMW 3 серии, трёшка-купе. Вот такая вот вмятина в очень неприятном месте. То есть это вот примыкание к переднему крылу. Вмятина сама по себе не сложная, а сложные её последствия. То есть вот видите, да, очень чётко виден прорисованный кант, который здесь нарисовался. И работа предстоит очень сложная, хотя внешне повреждение, если смотреть его без лампы, смотрится достаточно просто, особенно для клиента. Клиент приезжает с маленькой вмятиной, а вам предстоит очень сложная работа. И вот о том, что делать, мы сейчас поговорим. Итак, увидев такое повреждение, не обольщайтесь, что вам предстоит простой путь. Значит, путь предстоит очень сложный. Значит, во-первых, с вмятиной мы, разумеется, справимся, и не снимая обивки, да, мы можем войти туда инструментом через окно и сработать вмятину. А вот с последствиями, да, как я объяснил ранее, да, вот, то есть с прорисованным ребром, мы справиться сможем только посредством разбора двери. Ну, и я думаю, что всё-таки демонтажа, потому что в собранном состоянии на автомобиле это повреждение делать будет неудобно. Поэтому мы принимаем решение такое. Значит, во-первых, разбираем обивку и демонтируем дверь. Итак, дверь мы демонтировали, установили на стенд. Теперь для того, чтобы нам пробить вот этот вот плюс, нам необходимо сначала срезать герметик из этой зоны. На BMW это сделать достаточно сложно, герметики достаточно прочные, вот, поэтому нам потребуется какой-то нагревательный прибор. Можно воспользоваться феном, мы будем пользоваться индуктором. Вот, если у вас нет индуктора, соответственно, можно воспользоваться феном. Вот, для начала, соответственно, нагреваем поверхность. Итак, герметик я подрезал, теперь можно заниматься поднятием самого минуса. Значит, процесс этот я снимать не буду, здесь все и так предельно понятно, что касаемо пробития минуса, ой, точнее, понятнее минуса. После того, как я минус подниму, уже будем тогда дальше смотреть, как бороться с этим плюсом. Итак, минус я подобрал, теперь можно потихоньку переходить к поднятию плюса, точнее, к пробитию плюса. Значит, что мы делаем сейчас? Значит, не лишним будет нам сейчас с вами вот в эту зону, в зону от плюса к краю элемента, это установить прямоугольную титановую клипсу, то есть, для того, чтобы немножко надуть материал вот в этой зоне, в зоне от ребра до вот этого вот плюса. И уже после этого мы можем потихонечку начинать аккуратненько забивать плюсик. Сейчас мы устанавливаем клипсу. Итак, вот у меня, значит, прямоугольный титан, я устанавливаю его вот сюда, то есть, вот ближе к ребру, между ребром и плюсом. Двигаться буду поэтапно, то есть, подниму одну зону, пробью дальше, подниму, пробью дальше. И так буду постепенно идти вперед. Итак, мы отклеили клипсу. Я вот немножко сменил ракурс, теперь с другой стороны снимаю, с противоположной. Вот, вот отсюда мы ее отклеили. У нас здесь вот образовался такой плавный плюсик. Теперь мы можем начать пробитие. Да, вот этого вот плюса. Значит, обращаю ваше внимание, что пробивать нужно таким образом, чтобы пробойник попадал у вас строго в вершинку плюса. Как только вы сместитесь от вершинки либо вправо, либо влево, то у вас сразу будут возникать раковины. Лучше, а точнее хуже, если раковины будут возникать в этой зоне, то есть в зоне нахождения второго листа их будет сложно будет выковыривать, потому что доступ сюда весьма и весьма ограничен, несмотря на срезанный герметик, все равно полость весьма узкая. Только с супер тонким китом, с очень узким жалом. То есть, ну вот подойдут либо дендкрафтовские киты, либо абитуловские узкие, но только с самым узким китом можно будет в это жал сказать. Сейчас я начинаю пробитие. Еще как вариант натяжки зоны между образовавшимся плюсом и ребром вам сможет помочь вот такой инструмент, как Дендулерс. Это вот такие многим хорошо известные выкладки, имеющие разную сферичность вот этой вот поверхности. Сфера здесь разная. Вы подбираете сферу по поверхности кромки, в данном случае вот желтая идеально подходит, и ударяете в необходимое вам место. Вот сюда делаете удар, и, соответственно, сама вот эта опорка, она поддувает немножко кромочку, как бы образуя здесь общий плюсик для того, чтобы вы могли более аккуратно пробить интересующий вас плюс. Делать это нужно аккуратно, не спеша, тихонечку плюс убираем. Для начала использую более мягкое окончание пробойника для того, чтобы осадить общую выпуклость. Потом буду более детальным пробойником пробивать, более узким. Целью строго в вершинку, потому что, еще раз повторяю, отступать влево-вправо нельзя, нужно двигаться по ниточке. Как только по удару будет понятно, что дальше пробойник уже не сажает, а начинает колоть раковины, значит, вам нужно повторить операцию в обратной последовательности. Установить опять клипсу, потянуть вверх материал, расслоить два металла между собой, после этого забивать опять плюс. В принципе, я вот сейчас уже вершинку плюса осадил, она у меня стала более мягкой, можно переходить на пробойник точечный, и уже точно пытаться забивать неровности. Как только вижу, что пробойник не пробивает, что он уже все перестал работать, значит, нужно останавливаться и повторять операцию по подъему кромочки. Иначе вы наделаете раковин, которые потом будете долго и упорно выковыривать. Так, вот такой вот у нас получился вариант. В принципе, так вот мы выполнили работу, но максимально все, что можно с этой дверкой, мы все сделали. Кромочку подобрали, она стала незаметная. В принципе, вариант работы с кромками я вам показал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА